так друзья начинаем запись сейчас поймете о чем и так начну правда издаля першикосанский он уже вышел на просторы россии но у нас пока о промышленных садах и промышленном производстве першиков плодов речи не идет так и не может идти такой речи север только дачное производство это я считаю но в миллионных садах пока здесь пока расходится медленно постепенно учитывая что мы начали все несколько лет назад ну как начинали например это очень важно потому что сейчас першик пойдет на юг вот он прекрасно себя чувствует в украине чему я рад вот так как я выходят с украины и хотя это мой клон нет никакой этой зависти к украинцам наоборот я горжусь далее потом он пересекет границу и попадет польшу и в германию вот теперь два вопроса или наука им займется в конце вот пока нет никакой но это надежды или он станет экспортом мы его будем получать импортом будем его получать в той же польше украины и германии война когда-то закончится далее сложилась такая ситуация было какое-то равновесие и у нас успехи имеется ввиду сибирь красноярский край шушенский район хакасия сайногорска это все сибирь подмосковье значит далее башкирия и брянская область скотчки третий пятый год сумасшедшего рожая вот сейчас вы это все увидите но дело в том друзья что темпа не те а как уж сложилось что на юг сейчас шансов попасть больше давайте мы раскроем эту тему давайте сейчас и получил следующее это даже виде извинения вот эта статья она была сделана свеченко двадцатилетним молодым человеком из харьковской области талантливый будущий садовод само собой будучи талантливый журналист смотрите он сделал эту статью а я сейчас искал искал она у меня есть но тысячи материалов тогда я вспомнил что у меня просто переношел я нашел фильм который который я сделал по этим по мотивам статьи вот это фильм вот я его листаю не открывая смотрите вот это начало вот так сейчас я буду это самое это вы видите так 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 это реклама это нас не касается так 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 вот он автор статьи артем андреевич семенченко видите все его данные украина вот дальше он про мой про мой клон написал целую статью но и со статьей и без статьи уже на просторах украины начинается очень резкое движение на юг смотрите дальше вот консультанты к написанию статьи консультанты к написанию статьи салий это наш сегодняшний герой потому что он у себя в сумской области творит чудеса и дмитрий рученко автор некоторых фото вот это мы консультанты дальше смотрим сюда это статья как бы это фильм но чтобы так уж получилось понятие имели о чем статья смотреть будущее промышленность садов персика санских еще много мог сказать просто листая молча потому что вы но хотел то этот это видел кто хотел тут это видел вот мои первые эти персики как я гордился первые два неукровных вот это все вы увидите кстати речь идет о них о персиках неукровных вот еще вот это посмотрите а все мы видели вот но обратите внимание на нижние точки переработка мякоти продажа для выращивания подвоев что случилось дальше 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 мы попадаем сюда сюда вот что мы видим внимательно пока послушаем точками я сейчас монополист на украине ни у кого нету в таком количестве как у меня и в дмитрия которые остались фото правее они немного больше чисто от железова те что от малькова вы видите они меньше косточки хотя плоды можно сказать ничем не отличается возможно частично плоды бой большего калибра дмитрия рученко потому что он не под кальковым вообще прокомментируйте вот эту фотографию прошлом году меня даже в одном килограмме было 800 косточек я заметил слаборослый сам по себе от малькова который попал на украину более высокорослый которая лично от вас до рученко дальше послушали еще не все ну давайте теперь то что прямо сейчас я сделал а а что на сервятор музыка по просьбе валярия сандровича и я снял и снял а как сказать сейчас я по просьбе его сейчас сделал фотографии вот у них на не спешите вставляю почему потому что у меня сейчас целая банка трехлитровая с косточками первая и последняя в россии пытаюсь вот она поехали и так вот эти фотографии я делал сегодня первое по просьбе саля я пошел магазин и сделал вот это вот что мы видим тут видно плохо ладно следующее вот но вот в этом мешочке ровно килограмм смотрим сюда видите 1кг видите вот в этом мешочке килограмм но еще не считанные идем дальше ровно килограмм ну я для страховки делал много фотографий вот моя физиономия наглая вот видите не скрывай что наглая замахнуться на такое что что не по силе нет науки по силе просто не хотят в чем проблема вот так посмотрели вот теперь переходим сюда вот этот килограмм видно рассмотрели еще не все килограмм килограмм строит ли вот эта цифра я всегда стараюсь быть объективным и хотелось бы ему допустим я бы написал в 400 кто бы проверил вот 500 800 у меня получилось 600 значит тут палка двух концах с одной стороны лично я стараюсь быть объективным но и высылайте кости раза два не чаще а я же не первый год посылаю я нарывался на такое ой какие мелкие значит плоды будут мелкие ладно до плодов сейчас мы доберемся вот давайте досмотрим все что я ничего не забыл смотрите 602 килограмм валерия не знаю вот от таких вот крупные видите до таких мелких это все один урожай он все показал во всех видах теперь что из этого следует мы с вами теперь попадаем вот в этот самый мир внимание значит как это будет выглядеть вот сейчас мне присылают статью я же вам не просто показал а показал вот эту вот это фильм но а на основе статьи ну так уж получилось что не могу я найти вот еще кусочек вот еще вот это все части статьи статьи подчеркиваю на каком языке смотрите вот этого цифры абсолютно объективное клянусь богом значит вот эти цифры 40 36 вставлял я моей рукой статья семенченко артема вот оставлял я и так в отличие от других подводных сортов персиков манджурский раконевецкий сибирский которые распространены в украине является самым раз таки в мире и выдерживает морозы до минус 40 имеем она стойка все то все почки на 36 вот у меня был год когда была за 40 и это привитое ну тут понимаете чем секрет то я бы уже биза 40 написал но нельзя мне никого падать мне уже 73 мне скоро туда надеюсь это может котел вот грешен батюшка грешен а может сразу в райский сад помните как я статью себе писал сижу я на сковородке поджариваюсь заходит старший черт у него в руках список железов железов вот на вас голубчики ждали я испуганно жался полу плечи вроде бы на сковородке не очень комфортно жарится и вдруг он говорит попался голубчик ну-ка вот тебе мешок вот тебе тяпка вот тебе лопата вот тебе привычный сикат нож нож сикат твой так это привычный нож вот и давай-ка это дурака тут валяешь греча вот давай иди работай в саду в этом райском вот так я про себя писал поэтому цифры объективны это для серия цифры посмотрели а теперь внимание ради чего все это получилось представляете это же самая статья это же самая статья пожалуйста бриться но на немецком языке поздравляю как он умудрился где он это смотрите внимательно физиономия тоже все тоже все тоже и вот одна статья вот они цифры минус 40 минус 34 видите вот и пошло поехало сюда смотрим узнаете друзья узнаете здесь ваши фотографии наши российские вот они мы не шикамлы ты дело в том что я забыл сказать вот здесь 83 грамма все это попадается до 100 грамм ну меня меньше всех себе все таки 40 50 грамм вот здесь пришлось упомянуть как большой плюс все таки согласитесь что у нас получается что это ну учебная мы были для учебы как учебного канала вот получается нет это самое что получается не то слово применил значит корень сержневой и это дает ему преимущество перед некоторыми другими сортами персика которые не могут вырастить себе вот такой корень поняли а чем глубже корень тем более насыщенный солям и минералами раствор попадает в крону об этом не знает огромное количество специалистов которые со звериной злобой сами отрезают центральный корень ради пышных боковых так так еще и научили миллионы людей этому это называется знаете как улучшение корней отрезать центральный будут свои ребята тут даже студентов нет молодежи нет поэтому я смело говорю отрезать центральный корень скобках так называемый научный способ пикировки я это называю серпом по яйцам вот вот этот центральный корень обеспечивает ту самую народостойкость видите я комментирую что я комментирую перевод на немецкий язык украина так бесполезно и английский ты не помню а вот это уже усалия он уже все и надолго взялся за это дело вот видите вот еще пожалуйста это все в переводе русский перевод русская статья найдем ребята пришлите мне это статью семенченко которой я являюсь консультата не могу найти посмотрите чудеса какие мизинова это ты а или макаров может это ты это на наши выдающиеся садоводы российские кстати среди нас не одно ученого вот уже 107 грамм вот двигаем но чем южнее тем крупнее и наконец вот они консультанты вот вот отца ли консультант вот он железа консультант вот он ручьи ручьи ручьинка ручьинка консультант так и наконец автор статьи вот это вы видели теперь может быть часто остались какие-то нюансы значит для чего все это надо дело в том что существует я уже все все открою все секреты существует такая дама которая называется яблочная королева вот это вот я расскажу наверное на скопирую и расскажу вот это все на вебинаре очередном вот это сверху донизу дело в том что чем больше информации мы узнаем пусть даже не наши не отечества а импортных зарубежных тем лучше чем значит больше мы знаем значит тем тем мы умнее вот а сейчас сейчас мы еще послушаем что он еще там сказал и закончим должны еще сообщить дополнительную информацию об этой фильме потому что я не смартфоном вы поняли о чем речь наладит контакты вот с этой дамы доктор наук 67 лет яблочной королевой и куда все пойдет еще взвешенных доброе утро и вам приветствую это не в фильме дело и не в общем прошу извинения я вначале отказался фильм делать сам пообещал сам отказался сам на садике осадила я решил что советский фильм пусть будет вот на этом я пока закончу и так выводы какие значит можно развивать персик часть юг россии сто процентов до сих пор нету а до импортное дерьмо господи что же это такое когда южной области у нас не имеет от этого же персика хасанского колодеза как так вот даже этого нет а что я могу предъявить а где вы сейчас были что я могу предъявить вот эти вот 602 для кости на всю россию когда двигаться будем а а я все это стараюсь а я все стараюсь а я все это получается что крик криком кричу 20 лет до науки так и не доключался что на что особенно вот эту персики то вырастить тьфу это мой сад тьфу вон они это мой сад вот это все медленно 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 ну что варисан салий земляк мой дорогой как я тебя уважаю вот я все таки за север я хочу чтобы персик клон железо шел до север чтобы когда-то исчезла граница я не политики я имею ввиду чтобы спокойно можно было тебе эти же косточки вот они тебе можно было бы эти же косточки отправлять на север не на юг потому что на 1 3 литровая банка балла сейчас осталось 600 штук неполная банка и это на всю россию а больше рядом ничего нет 26 28 градусов предел морозостойкости у ученого мира и никто ухом не повел все друзья а ну а тебя я попоздравляю двигай на юг раз на север не нужны как бы мне фильм назвать персик хасанский или персик железово раз не нужен на севере пусть и едет на юг а мы получим его потом в виде этих фруктов вот кольцами не можем это вырастить его вырастить а легче чем абрикос легче чем грушу его привод даже не надо все равно на третий год плоды все 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 а мне во мне говорит по многом обида вот я тебя не завидую двигай на юг а а